Здравствуйте дорогие друзья! Я всех вас поздравляю с золотым урожаем, который обычно происходит на день осеннего равноденствия. Вот на этот день у нас и произошел курс, в котором все дары осени нам легли на картины. Самые разные. Ну а почему такие символы мы используем? Да, это как бы осенний урожай, но это все осенью зреют, все это осенью и собирают. Но есть еще одна изюминка шикарная. Так уж получилось, что давным-давно люди писали картины не просто так. Это были какие-то аллегории, были какие-то символы. И все это в картинах впечатывалось, все это вписалось именно как своеобразная запись. И вот мы как раз тоже делаем такую же запись с помощью наших вот этих инструментов, которые называются фрукты, овощи всевозможные, в частности тыква, это ягода. И вот это колесо, которое тоже не совсем колесо. Вы, наверное, помните, что рисовать натюрморте, так обычно этот жанр называют искусствоведы и люди искусства, ну, не очень-то хотелось писать в школе. Вот почему? Вот на нашем, если языке говорить, то мы называем все эти вот натюрморте, натюрморте, натура де морте, по большому счету это мордопись. То есть живопись, она все-таки живая, а мордопись, она как бы мертвая. Поэтому здесь как бы фрукты же срезанные, они не совсем еще мертвые и долго не мертвые. Даже изюм, говорят, немножечко еще, цеплиться или что-то там такое. А здесь получается, что фрукты у вас абсолютно живые, даже сейчас они вот это вот все живое. Не совсем корректен данный символ, тем более, что придумали ему тоже там своя история еще с такой длинной бородой. Вот, поэтому я ее не буду трогать, если кому-то интересно, найдете. Наш подход кардинально отличается от всех известных, которых очень много. Мы считаем, что человек, когда что-то рисует, он испускает определенные мозговые волны. Ну, назовем их для красоты так. Частоты, которые испускает наш мозг. И вы все прекрасно знаете, что наш мозг испускает, то он и притягивает. Это уже простые вещи, которые всем известны, уже куча разных исследований проведено. Испускать мордопись волны. Ну, как-то совсем не хочется. Наверное, лучше все-таки вида или вита волны выпускать. Как бы живое в живое. Оно как-то приятнее, когда тянется, чем мордопись какое-то. И к вам потом морда всякая будет налипать. Символы, которые закладываются вот в эти овощи. И эти символы начинают помогать нам. Волны позитивные, определенного типа. И они начинают притягивать определенного типа события. Делая что-то в нашей жизни, то, что иногда можно даже назвать волшебством. Поэтому серию этих курсов, с различными тематическими составляющими этих символов, мы называем натюрвиды. Натюрвиты, натурадевита. Ну и согласитесь, как назовешь корабль, так и поплывешь. Как картину назовешь, так и будешь от нее потом получать. Вот, мы привыкли получать что-то хорошее. Ну, а подтверждение того, что я иду правильным путем, и мы выбрали хорошую дорогу. Это многочисленные отзывы наших участников о том, что происходит потом, после таких символических картин. Картин, в которых есть какие-то аллегории. Картин, в которых есть какая-то закладка чего-нибудь особого такого, смыслового значения. Которая потом помогает, ну, по большому счету, просто меняет волны нашего мозга. А уже подобное притягивает к подобному. И еще два слова расскажу об этой жанровой живописи. В те времена, ну, ничего не писалось просто так. Ну, просто это было даже как-то не принято. Все было аллегориями, все было символическим, все было каким-то триумфом чего-нибудь и так далее. Или кого-нибудь. И все это побуждало человека на определенные мысли, либо чувства, тем более. Чтобы это все пышнее и мощнее из него изливалось. И, в частности, все те натюрморты, так называемые, которые вы видите в музеях, они в большинстве своем все написаны с посылом каким-то. Подобная работа могла быть тарованным стихом из Библии или из псалмов какой-то стих. Люди этот язык знали. Ему тоже сейчас можно частично восстановить. Хотя, конечно, он уже утраченный язык. И, используя этот язык, вы как напоминалочка себе вот этот псалом уже запускаете. Виноград – это любовь Божия. Стакан, наполненный вином красным – это непосредственно та любовь, в которой мы даем Богу, уже наш ответ любви к Богу. Но, как минимум, подобные вещи могли быть заложены в обычный, привычный, бытовой какой-то, абсолютно такой кухонный, скажем так, вариант натюрморта, запись священного текста. И вот наш курс «Золотой урожай», который мы недавно проводили, тоже из этой нашей плеяды всех этих символичных, аллегоричных работ, где тыква несет свою информационную нагрузку. А вот это колесо, тоже открою маленький секрет, это колесо фортуны, которое запускает все то, что мы заложили в том числе и в тыквах, в движение, в приумножение и так далее. Здесь, конечно, еще очень много разных секретов, поэтому, если кому-то это интересно, приглашаю, приходите, будем вместе дополнять работы, которые будут вам впоследствии помощниками прекрасными по изменению наших частот мозга. Ну и чтобы тыквы превращались в кареты. Спасибо. Спасибо.